Я просто сейчас вот первый раз услышал, да, что запрещаю снимать в сборной. Да. Ну, а я объяснить это не могу, какая-то глупость. Приедет человек, профессионал, снимет Федю, я бы сказал, как его снимать, мне для анализа. У тебя работа бесценная, я не знаю, как это тебя не пускают в сборную снимать. Да я... Политика такая, чья-то? Ну, честно говоря, я не понимаю такой политики. Я бы хорошим русским выразился, но не могу. Сейчас мы не интересны никому, почему? Потому что мы первенство в Москву выиграли. Да, мы показываем хороший результат на тренировках, но надо первенство в России. Именно первенство в России. Даже любые какие-то там соревнования, даже за границу поехать выступить, это не то. Подождите, мне кажется, вам для начала еще и Москва нужна. Вот вы сейчас можете на Москве выступать? А когда ее? Она уже прошла. Нет, вот если, вот просто предположим. Нет. В декабре Москва? Не сможем. Вот, вам прежде всего надо еще... Потому что мы участники. Да, да, да. Я и говорю, вам надо... Я понимаю вашу позицию, вы смотрите там на два, на десять шагов вперед, но вам надо не забывать еще ту точку отсчета, которая будет вам позволять это все. Но если на данный момент мы не интересны Москве, допустим, да, сейчас Московская область. Если интересны Московской области, естественно, мы будем выступать на первенстве Московской области. Кому мы будем интересны, мы сразу будем выступать за тот регион или как, тот город, кому мы интересны. А еще такой момент, а что вы говорите, мы будем искать зал, а что, вот так вот по району, по вашему Патушинскому, по Северному округу? Нету зала. Ну хорошо, ладно, ближайший любой теоретический зал, ну допустим вы в фитнес обращаетесь, с вас хотят деньги, в кроссфит деньги, а вот чтобы бесплатно, вы что, разве не можете в любой зал Москвы приехать, зная всех тренеров Москвы и сказать там, Иван Иванович, вот у нас такая ситуация, негде заниматься, давай-ка мы у тебя, сейчас у нас перерыв, в недельку позанимаемся. Очень далеко первый зал, где можно позаниматься, это училище Олимпийского резерва. Ну то есть Тушино, далеко любой другой зал, где Федя живет, а он учится к староте в Строгино, но сейчас он там на анимационке, да, сейчас каникулы продлил Собянин. На данный момент, на данный момент, вот зал тяжелой атлетики есть только в Салют-Герклеоне, а ближайший зал, ну очень далеко. Карачаровская. Ну, да. Гриф, разве это далеко? На машине нет. На такси? А, ну а на такси ездить, две тренировки в день. А, две тренировки в день. А так вот можно у вас там, не через кольцо, не через садовое, а есть как бы что? А там же водохранилище. То есть радиального такого перемещения нету, да? Вроде бы по карте оно рядом. Да, да, да. А на самом деле, если ехать на транспорте, очень далеко, очень далеко. Если на машине, на такси, ну можно, но опять-таки. Я все-таки остановлюсь на своей мысли. Все-таки вам разрешат, если вы придете в тезон? А вы не пробовали? Неа. Еще не пробовал. Почему? Потому что я-то уволен с 8 сентября. Ну это да. А 12 я уже уехал в Чехов. Нет, понятно. А сейчас мы приехали, и Федя хотя бы он с братаном поиграет, с родителями пообщается 2-3 дня. И нужно опять уезжать. Почему? Потому что уже тот уровень для его возраста. Мы проводили, допустим, когда тренировались в СУКО, 3 тренировки в день, утреннюю разминку хорошую такую. И потом 2 тренировки. Здесь мы проводили утром зарядка, порядка 40 минут. Работа со штангой там 50-процентной. Первая, вторая тренировка и заминка была. Тоже, как бы 2 малых тренировки, 2 хороших тренировки. И каждый день. Каждый день. Почему результат пошел? Потому что тренировались 4 тренировки в день. 2 малых и 2 боевых. И каждый день. Мы парились 3 раза в неделю. В баню ходили. Вторник, четверг, суббота парились. В субботу я парил уже Федю основательно, с вениками. В вторник, четверг с вениками не нужно. Там погрелся и все. А в субботу нам не хватало даже времени 2 часа. Мы обычно, если в Москве мы паримся, в субботу нужно с вениками попариться. Так, чтобы уже конкретно. И потом массаж сделать общий. А это тогда можно еще... Вы массажист-самоучка или... Нет, не я делаю массаж. Нет, мы нанимаем массажиста. А, ничего себе. Да. Ну, я могу сделать массаж. Но это то же самое, что я могу сыграть на гитаре, не зная ни аккордов, ничего. Ну, это понятно. Ну, я говорю, самоучка, да? Но вы все равно... Массаж я не делаю, Федя. Да, вы к специалисту обращаетесь, да? Конечно. Я считаю, если человек умеет это делать, зачем я буду изобретать велосипед, если он умеет? В сборной, допустим, есть штатный массажист, очень неплохой. Вот. Когда я был в сборной Союза, было 2 массажиста. И брали массажистов, ребят, не ниже уровня мастера спорта. Потому что промять даже 14-летнего Федю, казалось бы, ну, то он 14 лет. Такой, как Могушков ляжет и промнил. Там надо 2 массажистам. Ну, я вот, когда мне еще не запрещали приезжать в сборную снимать видео, я же вот раньше тренировки. У меня есть тренировки, которые я снимал в сборной. Мужской, юниорской, женской. А что сейчас запретили? Ну, не знаю. Такая политика, видимо. А кто запретил? Запрещают. Я обращался к старшим тренерам. Старшим тренером? Старшим тренером, который находится со сборной на данный момент. Или юношеская, или взрослая. Именно старший тренер. Ну, если ты хоть как-то знаком с некоторыми людьми, то я, например, могу сейчас взять и узнать, какой идет сбор, какие тренеры, какие спортсмены. И вот я, например, узнаю, допустим, сейчас идет... Ну, мы еще по прессе знаем или по соревнованиям можем знать. Это же все регламентировано. И, допустим, я, например, знаю, что сейчас сборы в мужской сборной. А тренеры, например, такой-то такой-то. У меня есть телефон. Я звоню и говорю, можно... Ну, если у вас там, допустим, контрольная тренировка предрассмотрена или нет. Там контрольная тренировка, там прикидка. Я могу конкретно в этот день приехать. Если нет, если этот сбор один из подготовительных, там из двух-трех, и он не подразумевает, то просто приехать поснимать. И старший тренер, например, говорит, допустим, или да, приезжай, или подожди, я его знаю. То есть, видимо, он звонит... Узнает у рабочих тренеров, скорее всего. Либо у тренеров, либо информирует свое руководство, допустим, президент федерации, например. Согласовывает как-то, не знаю. Но у меня был знакомый тренер, он говорит, да, приезжай. Я говорю, может быть, вам стоит позвонить, но я из опыта уже биваю. Может быть, вам стоит позвонить, состыковать, чтобы не было там... Я приеду, вы мне дали добро, а вас потом там или уволят, или нагонят там. То есть, отругают, то есть, я буду виной у ваших проблем. Он говорит, Саша, я старший тренер, я здесь хозяин, я тебе сказал приезжать, приезжай. И у меня таким вот образом все хорошо складывается. Потом, после первого интервью с Клоковым в 2014 году, где он немножко стал разносить работу в федерации, отношения в сборной и так далее, мне поступали звонки, и я встречался с некоторыми чиновниками тяжелоатлетики на тот момент. И, начиная с тех пор, мне стали вставлять палки в колеса. Либо старший тренер говорил, Саша, извини. Ну, откуда я взял такую информацию... Прежде всего, в Азонград остали, да? Да. Откуда я стал узнавать такую информацию, я звоню тому же самому старшему тренеру, который давал мне добро, и я приезжал. И он мне говорит, Саша, вот ты дал там, три-четыре месяца назад вышло твое интервью, была шумиха, все там были в шоке от такой правды, скажем так. Естественно, мне добро сейчас никто не даст. То есть, тогда человеку не надо было добра, одабривать мой приезд сейчас, он уже... Ну, вот это я тоже считаю неправильно. Я договорю, Владимир, и вот он говорит, подожди какое-то время, и потом приедешь. И это время не наступало никогда. Только вот перед одним чемпионатом Европы мне позвонило несколько человек, в числе старшего тренера. Саша, приезжай, снимешь сборную женскую. Я говорю, как я приеду, мне запрещено. Нет, тебе все, все пути открыты, приезжай. Звонит высокопоставленный человек, Саша, приезжай, сделай интервью у таких-то, таких-то ребят, у тренеров, у ихних. Вот тогда были такие первые интервью с Самадовым, Гейтсом, ну, то есть, появились вот эти вот интервью первые. И был еще такой момент, там, перевыборы, я какие-то интервью снимал, потом в 16-17 году еще с клоковым интервью выходило. И я стал почему-то недопускаем в сборную. Ну, и я обращался, вот сейчас вот я встречал Максима Агапитова, я с ним знаком, общался, интервью у него бывало, брал. И я у него спросил, Максим, как мне попасть в сборную? Он говорит, нет никаких проблем. Я говорю, как мне проблемы? Я говорю, меня не пускают, я кому не позвоню, все говорят, нельзя. Нельзя. По каким-то причинам. Он говорит, нет, обращайся к генеральному сектору Кишкину. Он тебе скажет, когда, ну, согласуй, типа того. Я говорю, ну, ладно, хорошо. И вот я даже, когда вот я в прошлые годы снимал свои вот эти вот новости под тяжелоатлетику, сейчас, к сожалению, нет времени, большая занятость, так бы я продолжал бы. И это желание не пропало, у меня просто нет времени. И я в одном из своих обзоров, я же там снимаю, ну, рассказываю и снимаю то, что на компьютере у меня. И я в режиме онлайн набил текст, как раз вот в контакты сайта Федерации тяжелоатлетики России Кишкину. Я уже узнал, что эту почту получает Кишкин, на телефоны отвечает Кишкин. И я вот ему написал письмо, ну, в такой, в простой форме, типа, я такой-то, такой-то, желаю приехать в сборную, поснимать, в удобное, какое вы укажете время, дату. То есть я не стал ограничивать, вот только, только скажите, там, через полгода, там, не знаю, там, февраля, 2 февраля, и я приеду. Ну, ответа никакого не получил. И я, помимо этого, еще там были разные события, тоже писал письма, я говорю, я говорю, давайте я напишу письмо, посмотрим на реакцию. А, по поводу Европы, когда проходила, накануне Европы, чтобы туда попасть, нужно получить карту. Акредитарно, да, с кредитарно. Да, я точно так же написал письмо, что я хочу... Но аккредитация, она же денег стоит. Да неважно, неважно. А, то есть, если бы дали добро на аккредитацию, деньги бы нашли. Да, конечно, либо я что, чужой человек, ну, возьмите его, помогите своим авторитетам, скажите, вот этого человека аккредитуйте, если есть такая возможность. И что, и нету до сих пор ни ответа, ни привета? Нет, нет. Мало того, хорошо, я сейчас скажу про нынешние составляющие. У меня, вот, кто сейчас официальный кандидат на пост президента федерации, у меня со всеми контактами. Я, вот, сейчас вы же наверняка видели, вышли выпуски с Клоковым, с Малыгиным, президент федерации Московской области. Да, и по их результату, после этих видео, я со всеми сконтактировался с кандидатами и сказал, что есть вопросы. Я же общаюсь с тренерами на соревнованиях. У общественности есть вопросы дополнительные к Клокову, к Еремину, даже вот после Клокова, Клоков уже предвыборную программу свою выпустил, Еремин выпустил. А все равно, они... А Рапитов почему не выпустил? Не знаю. Они, может быть, чуть попозже. Они тезисно, они что-то рассказали тезисно, а людям хочется узнать немножко подробностей. Вот. И я вот с каждым сконтактировался и получаю такие ответы. Саша, твое предложение супер, мне очень нравится, но я не один, у меня есть предвыборный штаб, я согласую и с тобой свяжусь, жду до сих пор. Другой, Саша, отлично, я открыт для общения, любой вопрос, на все отвечу. Только вопросы мне пришли. Хорошо, прислал вопросы, жду ответ. Жду ответа, как словили, да. То есть, получается... Никто ничего не против, только все это строит. Да, на что хочу обратить внимание. Каждый человек статусный. В прошлом спортсмен, допустим, да, какой ты чемпион. Это один статус, ты бизнесмен. Попробуй ты договорись с кем-нибудь на словах и не выполни. Ну, конечно. Какой слухок про тебя пойдет, да? То есть, ты должен обладать какими качествами? Ителлигентом быть обязательным. И вот слово держать, смотри, вкусно данное. Да, плюс ты в чиновники выбиваешься. То есть, ты кандидату тоже показать себя, даже на любом уровне. А тем более, я, конечно, не корреспондент, но все равно я как... Не, ну, очень... Я какой-то там... Саша, я буквально фразу ставлю. И очень интересно тебя слушать, очень интересно. Вот смотри. Я теперь буду четко знать, что... Когда у Федя, вот ты позавчера, нам бы нужен был, нужен был бы, вот именно в сборную приехать и поснимать Федю. Мне бы этот материал... Мне бы кто бы разрешил, бы позвонил, я при этом и поснимаю. Мне это уже второстепенно. Я теперь на будущее буду знать, что... Почему этот материал для меня бесценный. Для кого-то он пускай в этот. Но приехать... Приедет человек, профессионал, снимет Федю. Я бы сказал, как его снимать, мне для анализа. У тебя работа бесценная, я не знаю, как это тебя не пускают в сборную снимать. Да я... Политика такая чья-то? Ну, честно говоря, я не понимаю такой политики. Как? Одно дело, когда снимает там товарищ по команде, этот, съемку делает, на телефон, это одно. А когда профессионал приедет, ну, хоть убей меня, я не пойму. Вот. Даже такие вот моменты я теперь буду на будущее знать. Я надеюсь, что вот эта вся пена, которая сейчас нас облепила, она схлынет рано или поздно. Будет Федя в сборной, тоже очень надеюсь. И когда он будет в сборной, лично я, если мы будем тут недалеко, да, вот в том же Чехове, мне будет важно, чтобы хотя бы один раз ты приехал, на бензин даже тебе деньги дам, проезжай, сними мне Федю. И это же будет мои вопросы, как это все улаживать, почему. Вот ты мне сейчас разговариваешь, вы мне рассказываете сейчас, да? Ой, е-мое, ну, позавчера как воздух необходимо было. Тем более, если у всей сборной была такая тренировка, это же как мини-соревнование. И тем более, и тем более, кто-то выступал перед этим, там, и на чемпионате России, кто-то выступал на первенстве России во Владимире, у кого-то есть. А вот, допустим, ребята, кто не выступали давно. Вот один парень, он не выступал с Европы 19-го года. Шмарин, по-моему, я разговаривал с его папой, Денис Анатольевич. Они выступили на Европе в декабре, в Эйвате, и все, и не выступали. А еще вот, когда был дисквалифицирован Курлович и Писаренко, в Канаде их там же, в этот, дисквалифицировал. Он мне лично Писаренко рассказал, Толя. Он говорит, я на первенстве, когда дисквалификация закончилась, через два года, я, говорит, выхожу на первенство Киевской области, говорит, а это труднее выходить психологически, чем на чемпионат мира или рекорд мира установлен. Теряется, этот, помост-то ощущение. И вот Федю я смотрю, Федя боец. Ну ладно, по моим понятиям, вот будет первенство России-то, да, вот в чем. Я прошу прощения, что перебил. Еще хочу информацию, но почему запрещают? Это же польза будет, когда приедет Россия. Но это развитие, это павляризация тяжелоатлетики. А почему мы не видим... Павляризация это одно, это развитие тяжелоатлетики. Почему? Съемки в сборной. Да, это исторические моменты. Когда атлет на пределе, именно на тренировке, и вот именно проходки, вернее, прикидки, когда идут. Посмотреть, одного снять, второго снять. Это только польза. Это только польза. Причем, знаете, как я договоренность говорил, чтобы не подводить сборную, потому что, понятно, да, ну, как мне некоторые тренеры говорят, что Саше нельзя показывать, что спортсмены поднимают на тренировках, чтобы соперники не могли предугадать результат, то я их успокаивал и говорю, хотите, установите время, сколько нельзя показывать, 5 лет, там, 10, 2, 3 года, я буду держать у себя. Вот у меня до сих пор, не знаю, там, какого-то года, вот я, грубо говоря, сделал 4 дня, приезжал, а видео в Ютьюбе, у меня есть только 2, а 2 еще даже не выпущены. Еще когда зло бы тренировалось. Сразу перебиваю, сразу перебиваю. Ну, это уже как тренер. Вот вы приехали, вы сняли материал, тот, который нужен тренеру, и старшему тренеру, и личному тренеру, ну, личному тренеру, допустим, да? Хорошо, вы сняли полностью всю прикидку, но в Ютьюб выложили только там веса, которые он поднимает, там, 70%. Все, это можно выложить, а вот это какая прикидка, это для тренера и для старшего тренера, это бесценный материал. Ну да, а тем более, когда сейчас идет пандемия, когда соревнований очень мало, но спортсмены стараются держать себя в форме, и во время прикидок есть в какой-то категории, там, в возрасте 2-3 человека одного уровня, то потом, когда, допустим, возникнет желание поехать на соревнования, он будет вспоминать, кто как поднимал, Иванов, Петров или Сидоров, кого же из них выбрать? Пожалуйста, сделай съемку, имея видео, вспомни, посмотри, кто как поднимал, с каким запасом, кто там мандражировал, кто там вот, кого колотило, а кто прям четко в одно касание, но один вес подняли, ты кого возьмешь? Естественно, который четко в одно касание поднял, правильно? А ты если так будешь вспоминать, кого же из трех-то, они вроде килограмм одни и те же, кого? Мне нравится фамилия Иванова, возьму Иванова, так вот не по такому же критерию ты надо отбирать. В одной категории Иванова, чтобы не было обидно, в другой Петрова, в третий Исидоров. Нет, ну я просто сейчас вот первый раз услышал, да, что запрещаю снимать сборную. Да. Ну, а я объяснить это не могу, какая-то глупость. Это, это, чем тем более вы время свое в это добровольно говорите, вы скажите, когда приехать. Мы теперь познакомились, я надеюсь, будем и сотрудничать теперь, как модно говорит, поддерживать отношения. И не последнее, как бы, у нас будет съемка, интервью о новостях, о всем, всем вот этом. Теперь я уже могу сказать, что, Александр, когда вы меня пригласите, тогда я приеду на интервью, допустим. Почему? Потому что человек тренируется, новостей много. Но я теперь буду знать. Александр, Захаров, готов приехать. Да. Тогда, когда я его позову. Это же класс! А вы можете быть той лакмусовой бумажкой, таким посредником, где непосредственно на соревнованиях старшему тренеру можешь объяснить, показать в Ютубе, сказать. Вот есть человек, хочешь, что он позвонит, ты только скажи, да, я приезжаю, в такой ты день, и он приедет с ними. Конечно. Тем более, сейчас мы были на сборе, старший тренер юношеской сборной, Гец, Владимир Викторович. Ну, я его знаю. Все сдал в отличную команду. У меня только телефон его нет. Но, опять же, каждый... Мы можем быть знакомы. Я его оцениваю. Вот мы побыли в сборной, я с ним лично пообщался, лично поговорили. Вот. Федя добавил раз. То, что он как специалист высокого уровня. Два. Вот. Ну, самое благоприятное как бы. Если бы я знал, что у вас такой вопрос, я бы обязательно позавчера позвонил. Мне еще один был такой ответ от высокопоставленной должности. Он рассматривал себя как хозяин. Ну, как? И он сказал, я министр спорта и не пускаю на сборы. А тут ты взял и захотел вдруг в какой хочешь день приехать. Поэтому тебе надо согласовывать, чтобы... Что за бред? В определенную дату, в определенный день, смотря какая сборная будет. То есть, вот такие отношения, вот такое. Ну, бывает такие. Предвзятое ко мне и к своему положению. Я просто удивлен. Мне приятно вот этими вот новостями, когда выкладываются... Я-то роликов много ваших посмотрел. Толковые все ролики. Они... Ну, я их понимаю. Если я что-то понимаю, значит, это мне полезно. Если я что-то не понимаю, значит, это я не принимаю. Почему? Потому что я не понимаю. Но весь материал, который отснят, допустим, да, Александр Захаров, это будет интересно. И... Ну, я не знаю, как это назвать. Глупостью. А как согласовывать? Да это в бумажной этой волоките утонуть можно. Согласовывать человеку, который готов по первому... По первой приглашению получаться и снять материал, тот, который будет полезен для личного тренера. Раз. Для тренера сборной. Два. Еще для этого нужно... Ну, ну, это... Я хорошим бы русским я выразился, но не могу. Субтитры сделал DimaTorzok